здравствуйте друзья у нас гость представляетесь гость гостью дмитрий так дмитрий приехал из филадельфии так пару дней назад я приехал в сан-франциско то есть гостителя и цель какая приезда цель вообще к вам в школу приехать я приехал из филадельфии прилетел в лас-анджелес в лас-вегас секретно прилетели не то чтобы заранее там сказали не я позвонил сказал заранее вы мне почему-то не записали понял так вы покажите что вас там я почему-то в камеру включил значит наш гость начал разворачивать что-то и так вот ой мама родная а я хочу понять что это это какой-то наверное календарь нет нет это просто картина с лос-анджелеса картина где с баллончика рисуна на чем это это с баллончика вот когда рисует но ваша же не баллончиком это же репродуктика это баллончиком и руками и вот вот тут подписано дмитрий внизу это вот что это я вам че-то байдер это потрогаю пальцем это краска вот прямо как репродукция ну да мама родная если у вас будет место куда ее повесить так безусловно вы его приводим то это вам просто так абстрактно красиво но это не лос-анджелес это просто из лос-анджелеса тестером хотите стать конечно наш канал смотрите давно очень давно уже полтора наверное не писали там ничего комментариев никаких нет читал вот много народу ничего не напишет смотрят смотрят хоть бы написали чего смотрят лайки ставят да ну что же ладно давайте тогда пару слов вы по специальности кто по образованию откуда приехали из краснодара да вы чего а я там бывал я там бывал жарко было кубань да там все у вас там мутная такая была как там поменялось все очень за ну я давно был вещь молодой был совсем очень сильно меняется лучшую сторону там был какой-то завод радиотехнический я там в командировке был на этом заводе в какой-то комиссии по приемке черт знает чего не осталось там ничего из того что было раньше ну а казаки у вас там есть какие-то сейчас там возрождают да они ходят форме ну не обижают никого не наоборот за прятком стоят ну и не то что взятки берут отбирают там вымогают бракетируют нет усиливают охрану вместе с полицией ходят ну так а полиция тоже взяток не берет ничего технично берет ну так значит казаки должны участвовать но они ходят смотрят за порядком взятки проберут кто понял но они не то что ряженые какие-то шапками там по форме но они работают где-то или так ходят ну как они работают вместе с полицейским ходят по городу зарплату кто им платит у них есть государство государства содержит ну шашки есть у них или ну сабельки есть сабельки смешные а можно с ними сфотографироваться так подойти сказать можно чем-нибудь слушать а там говорят чисто по-русски или с таким украинским налетом у вас ну и кто это те кто местные тиаркой ну что же хорошо ладно так в Филадельфии жили? Вообще, я прилетел в Нью-Йорк в сентябре, год назад. Ну, год и там, три месяца. Прилетел в Нью-Йорк и, ну, как-то первое время, так скажем. Нью-Йорк мне не понравился. Грязный, большой. А что вы скажете за Брайтон? За Брайтон? Ну, Брайтон бич. Да. Это, так, во времени осталось СССР. То есть, похоже? Похоже. И одеваются так смешно? Да, с местами, не бомжиками. Еле бомжи есть, да? Ну, пьяные валяются, да. Как прикольно. Прикольно вообще. Хорошо. Здесь водка копеечная. Слушайте, а в России водка дорогая? Я его не употребляю. Ну, если вот так. Ну, я не помню уже. В наше время дорогая была. Ну, нет, вот когда я уезжал, но самое дешевое, там, рублей 100 было. Я не знаю, там, какая она хорошая. Три доллара. Ну, сейчас-то доллар уже 54 рубля стал. А был, а был вот год назад. Ну, доллар динамичная валюта, да, и рубль тоже. Хорошо, значит, в Нью-Йорк приехали, не задержались. Нет, ну, почему? Ну, да, я там дома я пожил, и в мае я уехал в Вайлуд, в Нью-Йорк. Такой пригород. Как называется? Вайлуд. Вайлуд. Вайлуд, да. Окей, и как? Что вы там делали? Петерский лес. Что вы там делали? Там лето. Провел лето, там сдавали с Джей Ваном квартиры, комнаты. А, вы были Джей Ваном? Нет, я не был Джей Ваном. Мы сдавали. А, вы сдавали. Да, как взяли в аренду дом, сдавали и не стали. То есть, такой бизнес какой-то. Ну, да, да. Хорошо. Ты после Вайлуда уехал в Филадельфию, потому что... Конечно, на Джей Ванах много не заработаешь. Ну, много не заработаешь, но... Да, поначалу. Хорошо, уехал в Филадельфию. Что делал? Машины продали. На Дельшипе? Или как-то так? Да, на Дельшипе в основном, да. Окей. Ну, покупают люди машины? Ну, так, покупают. Такой бизнес. Я в России этим тоже занимался. Ну, как бы в сравнении, так специфически надо понять рынок. Ну, по-английски. Разговаривали по-английски-то? Да, да. Ну, не супер. Ну, так, нормально. Ну, хорошо. Понимаете, супер не надо. А лет вам сколько? Мне 32. Семья есть или с Ампеси? Вообще свободный. Вообще один. Я понял, наших видео с девчонками насмотрелся. Вот-вот. Ну, понятно. Хорошо. Ладно, так... А вы что, тестов не брали, ничего-то просто вот раз там? Нет, я просто... Как бы давно смотрю каналы и вообще цель-то изначально была приехать в Америку сюда именно. Но так как просто вот я когда сидел и не знал, как сделать, ну, так-то приехать можно, сделать тур-визу и приехать, но дальше... осуществляются мечты. А дальше смысл? А где вы живете? Сейчас? Да. В Филадельфии. А в смысле, где я здесь? Да, остановился где? В Сан-Франциско. То есть там друзья какие-то? Нет там никого. А где остановился? В отеле. А почему в Сан-Франциско? Ну, а где? А я не знаю, здесь вот тут напротив, там где-то через дорогу. Там было дешевле чуть-чуть и как бы там движений чуть больше. То есть вы просто погостить как бы? Да, у меня такой, я сделал такой трип, я прилетел из Филадельфии в Лас-Вегас. А, то есть вы гуляете фактически? Взял там время машину. Так. Поехал в Сан-Диего к знакомой. Хорошо. Так, как Сан-Диего там? Сан-Диего хороший город. Так. И дальше вот из Сан-Диего мимо Лос-Анджелеса заехал, два часа погулял, смотрю картина. Я говорю, подпишите мне ее, Дмитрий, я ее отвезу. Вот картина, так. Взял картину и потом приехал сюда. Дальше куда едете? Дальше назад поеду в Лос-Анджелес. Так. Погостить. А потом обратно в Лас-Вегас, а оттуда самолет в Филадельфию. А говорил учиться приехал. А? А говорил учиться приехал. Да, но я же, у вас же в феврале начало. Я понял. То есть вы думаете себе за февральскую группу? Конечно. Понятно. И заодно с вами поговорить. Просто я вас очень давно смотрю. Так. И очень было бы приятно вот так вот. Понятно. А то знаете, некоторые вот так приедут тоже. И это, потрогать где-то. Можно вас потрогать? Я говорю, пожалуйста, вот рука. Там можете пощупать. Так. Ну хорошо, ладно. Тогда ребята, вы что-нибудь скажете, кто нас смотрит? За американскую жизнь. Я вот это вот часто слышал, что вы скажете ребятам. Сказать за американскую жизнь или что сказать? Ну что хотите? Ну да, вы здесь четыре года. Не четыре года я тут. Год. Год? Год и три. Я почему-то решил, что... А, перед вами был человеком четыре. Хорошо. Вы здесь год и три. Ну знаете что? Может быть скажите вот что. Есть очень много людей со страхами всякими. Я постоянно получаю комментарии и письма. И они боятся. Они боятся, что останутся на улице. Они боятся, что потратят все деньги и придется уезжать. Они боятся, что не впишутся в местную жизнь. Ну я не знаю, ну вот страхи. Вы же видели людей со страхами тоже? Вот что-нибудь тем, у кого страхи. Что, не знаю, родители не смогут почувствовать себя нормально. Я не знаю. Ну какие страхи бывают? Ну изначально надо, наверное, для себя четко понимать, что ты хочешь вообще. Ну сложно так. Ну сложно, но а иначе если нет плана, то ехать сюда просто так, я думаю, это можно очень сильно разочароваться и уехать назад. Так. То есть надо понимать зачем? Надо понимать, да, зачем нужно сделать, так скажем, все же, да, узнать, что, сколько стоит, если в плане денег. Без денег тоже приезжать, ну я не знаю, если еще человек языка не знает. Ну подождите, ведь я-то считаю, что люди, которые едут, даже они думают, что они едут по материальным соображениям. Через некоторое время, даже если они не очень хорошо себя чувствуют материально, они обратно не поедут никогда, потому что они начинают понимать ту составляющую, которую они даже не понимали. И понять это издалека тоже нельзя. Нельзя понять, что такое ты идешь, и свобода. Понимаешь? И когда люди улыбаются, и действительно улыбаются. Понимаешь? Когда, ну я не знаю, это же надо пережить. Ты не можешь это в кино увидеть и сказать, я тоже это хочу. Так ты просто не поймешь. Не, ну нужно не в розовых очках это смотреть, а нужно смотреть такие каналы, где люди показывают реальную жизнь раз, чтобы посмотреть, как выглядит Америка. Многие думают, она вся такая красивая. А розовые очки это проблема. Проблема. Но иногда вот те, кто приезжает в розовых очках, те потом получают разочарование. Особенно в Нью-Йорке, наверное, они приезжают, а там... Я знаю людей. Вот на форуме «Говорим про ЕС» был парень, который лишнего дня не мог оставаться. Там он в Беларуси где-то, он там жил, я не знаю. Потом приехал в Сиэтл, и у него тут все было не так. Я не знаю, выехал он обратно или нет, но я знаю, что он был просто полностью разочарован и разрушен. Понимаете? Он несколько лет ждал и рыбался. Я видел такие истории. Сказать, единственное, что нужно знать, что ты хочешь. Сделать четкий план, исследовать этому плану. Но нужно его сделать рационально, по возможности. Слушайте. Как я его сделал в России, так оно вот и идет. Вот наш канал. Вот вы все-таки уже здесь, там год и четыре месяца. Мне постоянно говорят, что я чего-то недопоказываю, скрываю. Но как-то вот... Не может так быть, вот как я показываю, потому что, наверное, что-то он скрыл. Ну а что? Нет, ну вот вы смотрите, вы уже в Америке. Я что-то скрыл, вот как бы, из того, что вы считаете, надо было бы добавить? Или там, может, я неосознанно скрыл? Я думаю, нет. Да что тут скрывать? Я не там бомжей не показывал. Мне говорят, покажите там... Тут нет бомжей. Нет бомжей. Мне говорят, покажите, говорят, знаете, что... Эти брошенные города, там, разрушающиеся. Покажите черное гетто, где там, с решетками на окнах. Ну, черное гетто есть в Филадельфии. Захотят они посмотреть, пускай приедут туда. Ну, есть там нормально? Ну, есть, но и как бы, есть. Вот через речку перейти, там, город, где второе место в Америке по убийствам, преступности. То есть, действительно, опасно? Ну, там, да. Или при том, что оно на втором месте, то есть, там... Ну, там реально опасно. Но я там не был, чем я там делал. Ну, я знаю, что там есть такое, вот, там мои друзья были. Ну, есть люди, которые знают, что если где-то опасно, они там обязательно должны оказаться. Ну, вот, ну, Бронкс, вот, в Бронксе я был. Вот местные, например, жители... Бронкс опасное место? Я... вроде ничего. Ну, я там ночью не гулял пешком, чтобы гулять, но на машине ездил, но ничего не было. Да. Не, ну, знаете, там, если из окна высунуться и там стоящим там пацанам кричать, «Эй, там, черномазый, там...» Не, ну, так, конечно, можно пробовать. Вали обратно в Африку. На любой стороне так проблем себе можно нажать и в любом городе, поэтому... Понятно. А так, ну, я не думаю, тут... Очень много, кстати, вот в сравнении с Россией полицейских ездят по городу, именно патрулируют. Угу. Вот у нас, как-то я... У нас, наоборот, у нас ДПСников много стоят, которые останавливают машины просто так. Слушайте, а вот такой вопрос. Вот многие считают там, то ли из телевидения, то ли из чего. Я не знаю, почему. Но вот им кажется, что вот в Америке люди, они как бы зомбированы антироссийскими настроениями, что средства массовой информации их обманывают, что постоянно гадости говорят, показывают. Если русские, то пьяные в ушанке со звездой. Или там еще чего-то. И они как бы абсолютно убеждены, что Америка вот только и делает, что каждый день потребляет антироссийское. Вы как-то вот не попадалось вам? Во-первых, я не смотрю новости по телеку. Это раз. Американские тоже? Вообще никакие. Так. Вот. Единственное, что делают, я читаю русские новости в интернете. А что именно читаете? Ну, на Mail.ru, что вылезет на заглавной странице. Я даже не знаю, о чем речь. Так, ладно. Да. Ну, просто как, что там, новости какие-то. А так, чтобы на улице как-то это заметить. Такого, ну, как бы я на себе лично этого не... То есть вы американских СМИ не потребляете ни... Я как бы не зомбируюсь ни с американской стороны, ни с российской, потому что я ни те новости не смотрю, ни те не смотрю. Поэтому на меня это не влияет. То есть вы счастливый человек совершенно? Да, я... Вы просто потребляете продукты... Вот где, вот у меня даже, вот мама мне говорит, у нас по телевизору показывают, что у вас там в Америке там город горит. Я говорю, какой город горит? Это Фергюсон. Когда там полицейские застряли. А вот две покрышки подожгли, да? Одного черного жила. Нет, ну там подожгли потом больше, чем две покрышки. Я как-то смотрел новости, а там машины горели. Ну, я вот, ну, ладно, они это... И там это показывают вот на всю страну, да вот в Америке там. Она говорит, а как у тебя? Я говорю, да ну как у нас, ну что нет? Хорошо. А вы знаете, меня часто спрашивают, где-нибудь в Лос-Анджелесе там землетрясение или где-нибудь еще. Он говорит, Михаил, в Калифорнии там, вот как у вас? Там не развалилось ли чего-то? Я говорю, нет вроде. Как бы... Пожары дали далеко. Тут очень, ну, как опять же, страна эмигрантов, много разных людей. Наверное, ну, в таких крупных городах, там, ну, в любом крупном городе, там, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, там, Сан-Диего, там, Сан-Франциско. Это как-то люди так перемешанные, ну, нет такого. Может быть, где-то в маленьких городах, где одни коренное, там, местное население американское. Может... Здесь как-то международные новости не то, чтобы сильно популярны были. То есть народ больше местные смотрит. Я не знаю, я в таких вот, как бы... Ну, я вот, я жил вот в маленьком городе, да? Хорошо, давайте так, на себе. Вы не заметили, что вот вы, там, с русским акцентом или что-то, и кто-то говорит, а, говорит, там, Russian, там, а ну, вали отсюда, там, или что-то. Нет, наоборот, спрашивают, а ты откуда, я говорю, с Россией? О, прикольно. О, прикольно. То есть не было негативного восприятия? Нет. Слушайте, это, девчонки американские, как-то я... Больная тема. Больная? Да. Нет, ну, нормально относится. Американские девчонки относятся ли нормально к русским? Да. Ну, вот к вам, я про вас, вот ваш опыт. Ну, я с американскими девчонками особо сильно не общаюсь. Так, если просто... Ну, чехоладиловские наши, полно, да. Ну, там много украинцев. Украинцев, хорошо. То есть вы как-то отличаете их? Ну, тоже гэкают, тоже гэкают, как у вас там. Ну, тоже гэкают. Так, окей. Симпатичные. Украинки. Девки, да. Нет, ну, они-то симпатичные есть везде. Просто в сравнении с Краснодаром, то там лучше. А как бы домашние, как бы привычные? Не то, что домашние, а привычные. Я даже и в других городах многих был. Все равно наши там девочки южные. Они очень хорошие, да. Хорошо, загорелые. Понятно. Ну, в крайнем случае привезет себя оттуда, если что. Все может быть. Ладно, давайте мы тогда, значит, скажем там что-нибудь такое типа там пока. Вот, а потом еще поснимаемся там, когда учиться приедете. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok